Седьмая глава. Барин холодно поприветствовал секретаршу Инну и зашел к себе. Между Барином и Инной была тайная, интимная связь. Инна почувствовала, что с шефом что-то неладное творится. И поставила заваривать капучино. Шеф в кабинете приоткрыл немного окно для проветривания. И сел за стол. Мысли были все о надежде, он включил ноутбук и нашел ее страничку ВКонтакте. Начал рассматривать ее фотографии, с умилением. Затем, он подошел к окну и пытался дозвониться до Наде, но она не брала трубку. В этот момент зашла секретарша, чтобы его успокоить и принесла напиток и поставила на стол. Подошла к шефу и тронула рукой его плечо и сказала, «Дорогой, что случилось? Чем ты так расстроен?» Барин замешкался с ответом. «Что опять семейные разборки?» «Да, нет». «Тогда или нет?» «Хочешь, милый, я тебя утешу и закрою кабинет?» «Извини, много работы, в другой раз». Инна удивилась. «Странно это слышать однако от тебя. Ты меня разлюбил. Может у тебя другая уже появилась?» «Не говори ерунду». Инни интуиция подсказала, подойти к столу и заглянуть в ноутбук. Там она увидела Надю на сайте. «Ерунда?» «Говоришь, это из-за нее у тебя мигрень?» «Перестань, это я так просто смотрел кого попало, не ври. Я эту краль увидела, она на западной станции у тебя работает». «Что?» «На молоденьких потянула кабель?» «Не заводись, просто девчонке надо помочь, у нее мама болеет, может деньги нужны на операцию». «Из каких это пор ты стал благодетелем?» «И ты думаешь я поверю, что помощь твоя бескорыстна?» «Что расстроился видать, что прошмандовка тебе не дала?» «Не смей не так говорить. Не суди всех по себе. Подлец, ты мне что обещал? Где твои золотые горы? Это так ты мне платишь за мою преданность?» «Инна ну прости и успокойся. Я не хотел. Так получилось. Смотри, как бы беды на тебя не посыпались, ненасытное животное. Не забывай, ты не султан Сулейман, а просто жалкий начальник станции. Хочешь летать высоко, да как бы падать больно не пришлось с высоты». Инна вышла и с психом сильно закрыла дверь. Ушла домой в слезах, покидая рабочее место. Шеф тяжко вздохнул, сел в свое кресло, пил капучино, и снова стал разглядывать фото, на сайте, затем позвонил и попросил зайти бухгалтера Нину Петровну. Та пришла. «Здравствуй, Геннадий, что случилось?» «Здравствуй, присаживайся». «Да, случилось, Петровна. Вы мне как друг, которому можно доверять. Мне нужен твой совет. Я понимаю, что я не султан, а всего лишь жалкий начальник станции. Но вот приключилось мне влюбиться в эту девицу». И Геннадий показал сайт, где была Надя. «Это не та ли девица, что на западной станции работает?» «Да, на западной. Что мне делать?» «У тебя, что с ней уже что-то было? Только один ужин на даче, ну и чем закончился, ужин?» «Да, ничем». Девчонка опьянела быстро с непривычки и сравнивала меня с Геной Крокодилом из мультика. Короче, купили этой чебурашке куклу Барби, о которой она давно мечтала и отвезли домой. «Ну и зачем тебе этот детский сад?» «Это мне уже водитель говорил». «Ну, и?» «Сам не знаю, снится она мне, покоя не дает, но на звонки не отвечает, избегает. У нее мама болеет. Короче, я хотел ей помочь, может в контору поближе пристроить, оклад повысить. Мне как-то неловко с ней об этом говорить, может ты поможешь?» «Ну, в делах сердечных я советчик небольшой. Это из-за нее?» «Инна шла, вся в слезах, по коридору и бросила работу. Да, увидела и все поняла. Так получилось, я не хотел ее обидеть. С работой, ты ее не обидел? А вот по душе, проехал сукотком. А ты, не задумывался, что и по твоей душе? Когда-то, кто-то так проедет. Ну, каюсь. Я не ангел. Если бы все ангелами были, был бы рай на земле давно. А ведь она тебя любит без памяти. Ну, что теперь? Мне на части разорваться, оклонироваться, не пробывал? Нет. И в церковь не пойдешь каяться? Нет, не верю я в это. Не веришь, окрещенный небось? Ну, и что? У младенца разве спрашивают, верит он или нет? Без спроса в таз водой кидают. Да, ладно, религию оставим. Но не забывай. О принципе бумеранга, что посеешь, то и пожнешь. Так, что ты, поможешь или нет? Твои слова, деле юной передать? Ну, да, в мягкой форме. А тебе ее не жалко? Поматросишь ведь и бросишь, как и Инну. Только та ученая, а это учить еще всему придется. Начнешь, а потом надоест и бросишь. Может, и не брошу. А если у нее парень уже есть? Вот и узнай, потом с подробностями доложишь. Мне снился сон, что мы с ней в кафе, за городом возле пруда. Мне бы хотелось, чтобы он исполнился. Ладно. Только ради уважения от тебя. Возьму грех на душу. Потом замолишь. Я отблагодарю. Надю привела Нина Петровна в свой кабинет для беседы. Узнала, что Надя, боится потерять работу, и за мать переживает, начальника тоже боится. И парень появился, Максим. Надя, ты уже взрослая девочка. И конечно тебе решать, но поверь, один поход в кино с парнем молодым еще ничего не значит. Что может дать тебе бедный студент? Почти ничего. А Геннадий Иванович тебе дал работу. Уже завтра может тебе оклад повысить и перевести на работу полегче и поближе к нам. О маме твоей позаботиться. Не смотри что он постарше, зато опытный. А у сверстников твоих неопыта, один ветер в голове, да и в карманах тоже. Удели ему немного внимания и он для тебя горы свернет. Он, что? Вас попросил. Меня упрашивать. Мы с ним давние друзья, и если бы ты не запала ему глубоко в душу, по-настоящему, я уверена, он бы ни с кем не стал делиться. Иногда мы даем советы друг другу, помогаем во всем. Даже в делах сердечных. Но у него жена. Наверное дети есть. Нет детей нет, а жена не стена. Как у вас все просто? Жизнь непростая штука. Не отрицаю. Многие, в этом мире не живут, а выживают кто как может. Я понимаю. Я для тебя никто. И зовут меня никак, но в твоих интересах. Будет лучше, чтобы мы остались друзьями. Но я его не люблю. Конечно, любовь не сразу приходит, пока подыграю ему. Он даже мне сон свой рассказал. Как вы в кафе были у пруда. Сделай так, чтобы он исполнился, а там глядишь, и много исполнится хорошего, для тебя и твоей мамы. Я его знаю. Сделаешь шаг навстречу. Он сделает два в ответ. Подумай хорошенько. А если я откажусь? Откажешь? Работу потеряешь. И характеристику дадим такую, что нигде не примут. Оно тебе надо это в 20 лет. Но ведь это шантаж. Сама выбирай. Подумай хорошо, а теперь ступай. Надя вернулась на рабочее место опечаленной и поведала подруге Алине весь разговор. Капец. Вот влипла ты подруга. Что мне делать? Может пока придумаем, потянешь время? Позвонил Макс, приглашал на свидание в кафе. Надя. Я столик заказал в кафе, буду ждать тебя после работы. Извини. Сегодня я не смогу. Много работы. Попросили задержаться. И Надя положила трубку и разрыдалась. Алина налила ей воды в стакан. Ну, тихо не реви, мы на работе еще увидят кто. Навыпей водички. Катастрофа. За что мне это все? На голову свалилось. Не знаю чем, Инна провинилась перед барином. Какая еще Инна. Да. Секретарша его, она от него безумно. Любовь-морковь. И все такое. Было между ними. Подруга звонила, видела как та, выбегала с кабинета шефовца в слезах. Надо бы узнать, из-за чего у них произошел разлад, и снова их как-то помирить. А вдруг узнала про меня. Я поговорю с ее подругой, она для меня все разузнает. Ну, на это время надо. А он в кафе надумал меня пригласить сегодня. Вот-вот позвонит и скажет. Слушай, тебе надо такую роль играть, как и на первой встрече в детство. Чтобы ему с тобою скучно стало. И как-то время потянуть. Пока я справки наведу, надо еще узнать, что с шефу интересно, а что нет. Нина Петровна доложила шефу обстановку, тот поблагодарил ее и отпкстил. Набрал номер Наде и позвонил. Надюша, после работы водитель заедет за тобой в кафе, поедем у пруда, надеюсь ты не против отдохнуть немного после работы. Хорошо, тяжело вздохнула Надя и положила трубку. Надя потяни резину, поиграй как сможешь. Что играть? Мне мама говорит, что я большой ребенок и так до сих пор. Вот и хорошо. Повзрослеть мы всегда еще успеем. Если что опасное, звони. Пришлю друзей на помощь. Спасибо. Будем надеяться. Вечер будет без приключений. Восьмая глава. Максим решил пригласить друга, Анатолия, младшего брата Михаила, в кафе и заодно поделиться своим новым знакомством. Они сидели за столиком на поплавке. Поплавком прозвал народ плод, который держался на воде, у берега пруда. К нему сделали мостик, а по бокам цепи держали плод, чтобы не уплыл. Крыша была обтянута красным брезентом, в одном верхнем углу было ласточкино гнездо, с птенцами, и ласточка иногда прилетала и кормила своих птенцов. Максим снял на видео своего телефона эту картину на память. Забавно не так ли? Да, а что ты такой грустный? Не случилось ли чего? Познакомился с девушкой, сходили в кино, пригласил сюда, а она не пришла, сказала много работы, и что задержится. Ну, только и всего. Из-за этого грустить не стоит, бывает. К ним подошел официант. И парни заказали две баночки пива, одно безалкогольное, так как Анатолий, как говорят, был за рулем. Машину старенький москвич взял у отца на прокат. После встречи, частного сыщика, с женой Бариной Ириной, тот начал слежку за Барином. Подкупил уборщицу, та в его кабинете под столом прицепила жучок для прослушки. Сыщик записал разговоры, что были у Барина с Инной и Ниной Петровной. Решил проследить за Барином на машине. И прихватил с собой профессиональный фотоаппарат. Надя села в машину и они поехали. Александр почуял, что неладный, сказал шефу, не нравится мне эта машина, за нами везде следом едет, может тебе показалось? Ответил Барин. Давай заедем в магазин. Надя пошли выберем тебе подарок, зачем? Не надо. Пошли, пошли не стесняйся. Надя зашла в магазин. Сыщик остановился сзади неподалеку. Не нравится мне все это, а может и вправду показалось, случайность, шепнул Александр, глядя в зеркало заднего вида. Барин попросил продавцов примерить красивое вечернее платье. Не надо это все дорого, засмущалась Надя. Надо милая, успокойся, не порть мне вечер, не капризничай. Пока Надю одевали и примеряли, Барин купил смартфон последней модели. И стал фотографировать Надю в различных платьях, которые она примеряла полчаса. Одна продавщица не выдержала и подошла с вопросом к главному менеджеру. У нас нельзя снимать и фотографировать, что делать. Этому можно, видно Барин сегодня гуляет. Новую пастью охамуряет. Пусть развлекается, мы не в убытке. Он наш постоянный клиент. Наконец примерки закончились и выбор пал на голубом шикарном платье. Вместе с платьем Барин подарил ей смартфон, что купил. На, телефончик на память, и фотки загрузишь в контакт, пусть подруги лопнут от зависти. Те, что я видел, тоже хороши, но эти будут еще лучшего качества, надеюсь тебе понравится. Геннадий Иванович, я не могу такие подарки брать. Привыкай, детка, и не забывай, я просто Гена, но не крокодил учти. Учту. Вот и славно, ну а теперь пошли. Они вышли из магазина. Водитель, глядя на перевоплощение Надя, вытаращил глаза и прошептал. Вау, богиня. Сыщик успел сделать несколько кадров, где Барин за ручку вел Надю к машине. Затем, чтобы снять напряжение и слежки, решил не рисковать, а поехать в кафе первый. Завел мотор и уехал. Надя, вы чудо, сказал водитель, когда та села в машину. Спасибо, ответила она, смущаясь. Ну, что? Хвоста, за нами нет. Нет. Уехал, вот и хорошо, тогда трогай, ямщик. Слушаюсь, Барин. Надя, по-детски засмеялась, и запела песню. Ямщик, не гони. Лошадей. Мужчины подхватили и запели тоже. Нам никуда. Больше спешить. Нам никого. Больше любить. Сыщик приехал на место, и занял удобную позицию, для слежки, на одном на боковом берегу пруда, возле кафе. Через время, черный бумер припарковался на стоянке, возле кафе. Барин вышел и открыл дверь, и помог Наде выйти из машины. Надюша, мне снился сон, что мы в этом месте с тобой, и что же там во сне было еще, я тебе сейчас покажу и расскажу. Только они вошли во двор. Надя увидела качели, со скамейкой на двоих, и по-детски крикнула. Ура качели! Тем самым перебив рассказ. Анатолий и Максим застыли, наблюдая новых гостей. Максим, напряженно всматривался и узнал Надю. Так вот какая у нее работа, ты, о чем? Это что? Та самая девушка. Да, подожди не заводись. Он ей в отцы годится, а вдруг и вправду папаша. Папаша говоришь? Ну хорошо, давай проследим, что будет дальше. Сыщик опустил окно в машине, и направил свой объектив на Надю. Барин подошел, и помогал Наде раскачивать качели. Надя смеялась и просила сильнее раскачивать. Ты, что хочешь в небо улететь? Да, я хочу улететь на небо, звездам. Давай поменяемся местами, чтобы она тебя, не заметила, а я буду наблюдать за ними. А ты смотри в другое место. Например, вон на ту, машину у берега. Хорошо, сказал Максим. Максим посмотрел на машину, и удивился увидел, как Надю фотографирует. А это еще, что значит? Ты о чем? Кто-то за ними шпионит, фоткает. Не нравится мне все это. Не к добру это все. Да, чертовщина какая-то. А что там они делают? Он Надю фотографирует на качелях, потом пошлет цветам, возле роз снимает. Что будем делать? А черт! Ты только не кипятись. Я узнал, кто с ней. Кто? Это барин. Мой начальник. А у него дочь есть? Не знаю. Ну, и что делать? Пока наблюдать, а то ходить мимо них. Только засветимся. Барин пригласил Надю за стол, и Александра тоже. Им принесли меню. Заказали блюда. Заиграла приятная музыка. Рядом стояли березки, с беседками и столиками. Посетителей, больше не было. А что такое место замечательное, а народу мало? Это потому, что будний день. На выходных тут будет тесно. А зачем нам люди, когда нам и так хорошо рядом с природой? Мне бы хотелось на плоту еще посидеть, ну что ж твое слово закон. Саша пойди договорись с молодыми людьми место уступить даме. Нет, не надо неприлично. Давайте подождем, может они сами скоро уйдут. Ну, хорошо подождем, как скажешь моя госпожа. Ладно голубки, оставлю пока вас наедине. Пойду отойду покурю, сказал Саша. А курить вредно, сказала Надя. Вот именно, я ему сколько уже раз твердил, бросать надо, добавил шеф. Да, пить, курить, здоровью, вредить. Да, но покупки по традиции надо обмыть. Только по бокалу вина и не больше. Как скажешь принцесса. Александр курил и смотрел по сторонам. На красоты природы. И вдруг заметил знакомую машину, возле берега. В окне сверкнул объектив фотоаппарата и исчез. Вот черт, только этого не хватало. Вздыхая шепнул и думал, какие меры надо предпринять. Если идти к нему, к машине заметят и уедет. Обойти стовок долго и нудно с другой стороны нереально. От, гад, выбрал идеальную позицию неспроста. Александр вернулся за столик, принесли блюда. Выпили, отметили покупки и закусили. Ты чем-то встревожен, заметил барин. Да, есть одно дельце, надо с глазу на глаз перетереть. Господа, что за блатной жаргон? Перетереть, заметила Надя. Простите королева, извинился Александр, но дело, государственной важности, и не терпит отлагательств. Отечество в опасности. Да, ладно, идите уже, спасайте свое отечество, сказала Надя. Надеюсь, за пять минут, меня никто не украдет. Мы скоро. Барин и Саша зашли за кафе, чтобы их сыщик не видел. Я пошел, не хочу на это смотреть, Надю надо спасать, они ушли. Да, куда ты и стой. Хотел удержать Анатолий Максима и не смог. Максим подошел к столику, Надя его увидела и онемело растерялась. Это ты так, отрабатываешь подруга. А для меня у тебя время не нашлось? Ты, неправильно думаешь? Я все объясню. Что, объяснишь, это твой отец? Нет. А кто тогда? Начальник мой. Ты с ним, по своей воле или как? Не знаю. Тогда пошли с нами, у нас машина, и уедем от греха подальше, тем более, что за вами шпионят и фотографируют. Ну, что там стряслось еще? Сказал в сердцах барин. Ты что мне вечер портишь? Там машина возле берега, та, что за нами следила. Я увидел в окне объектив от аппарата, а теперь напрягите мозги, что делать, и кто может за вами следить. А черт, только этого не хватало. Недавно жена грозилась, слежку устроить, на случай измены. От, тварь, видно ее рук дело. Надо улики убрать, или алиби придумать. Тем временем, то лик увидел, что Надя уже была готова бежать, выбежал на парковку, и начал спускать колеса черному бумеру. Откручивал колпачки и нажимал на ниппеля веточкой сирени, что росла рядом. Успел спустить два колеса. Прибежал. Ну все, бежим, я нашел способ их задержать. Саша, давай машиной ему путь перекроем, и вытащим его из машины. Давай пошли, с другой стороны кафе обойдем, чтобы нас Надя не видала. Пошли. Они вышли и увидели картину со спущенными колесами. Вот гад, это наверное его работа. Я его сейчас пристрелю, Саня не дури людей напугаешь. Максим и Надя, уже хотели с Анатолием выйти к машине и заметили барина с водителем, вернулись назад, идите на место. Если что будет опасное, дам знать и вас позову, сказала Надя. Парни побежали на плот и сели как ни в чем не бывало за свой столик. Надя уселась за свой стол. Девятая глава. Барин вызвал официанта. Вы никого не видели возле нашей машины? Нет, мы с другого хода ходим, на кухню. А камеры наблюдения нет, на парковке нет. Плохо. Вот видишь у меня колеса кто-то спустил. Саша посмотри нет ли от ножа порезов. Кажется нет. Все равно чрезвычайное происшествие случилось у вас и вам отвечать. Если не хочешь неприятности от начальства, отрабатывай. Что я должен делать? Там сбоку у вас возле берега, машина стоит. Срисуй нам, ее номера, только так, чтобы не вызвать подозрений. Например придумайте что-нибудь, дорожку вытрусить или коврик повесьте на забор, отбивать пыль. Хорошо, сделаем. Вот и ладно, а мы забудем этот инцидент. Так, Надю нельзя, надолго оставлять, справишься сам. Подкачаешь? Да, минут 15 уйдет. И Саша достал автокомпрессор из багажника, и принялся за работу. Официанты пошли вытряхивать дорожку поближе. К машине. Вот придурки нашли место, не могли подальше отойти. Буркнул сыщик ничего не подозревая, извините, королева за отлучку. Ну, как государство, уже не в опасности. Ой, Надюша, ты думаешь нам царям легко, что, надо, заказать молоко за вредный труд. Вот молодец, юмор я люблю, и люблю как ты улыбаешься. А еще что, и молоко люблю. Я тоже. Заказать? А давайте, только с пироженным, заварным. Барин щекнул пальцем. Подошла официантка, нам молока, и пирожные. Заварные, есть у вас такие? В Греции все есть, пошутила официантка. Заказ принесли, и Надя, и Барин, ели пирожные с молоком, и Надя стала забывать, про Максим и его друга. Нет, мне надоело на это все смотреть, как они обжираются, поехали отсюда, сказал Максим, подожди, чего ждать. Водила вон идет, видать колеса подкачала уже. Странно, что виновных они не ищут. Наверное свидетелей не нашли. А как же слежка, что так и оставим все и сбежим. Слежка видно, есть кому этот Барин дорогу перешел, вот компромат им и нужен. Вопрос только для кого и для чего. Не знаю я не Шерлок Холмс, я хочу еще на качелях покататься, можно? Иди дорогая, пока Надя каталась. Александра спросил, что будем делать. Машина в порядке. Подождем официанта. Тот подошел и на бумажке дал номерок от машины сыщика. Шеф сказал, спасибо. Позвонил другу начальнику полиции. Привет Николай. Выручай, пробей срочно номерок по базе, диктуй. Тот продиктовал, хорошо через две минуты дам знать. Спасибо за мной не зажравеет. Может машины путь перерезать как планировали. Подожди. А вдруг там целая банда. И вооружены. Не хватало мне твоей жизнью рисковать и портить вечер пальбой. Да, но на кону ваша репутация, а черт с ней, я ее уже давно подмочил, за что и выпьем. Они выпили и закусили. Позвонил Николай. Это из наших бывших оперов. Сейчас в частном сыске перебиваются. А за что уволил? Чаевых много брал без моего ведома? Ясно. Скажи своим, пусть на подъезде в город. Его остановят, на досмотр. Он компромат готовит, видать для моей супруги, но не ластерва за мной следить. Пусть флешку заберут для меня. И задержи на пару суток. Может, еще что накопал гад? Сделаем. Готов свои вагончики и поляну. Хорошо. Сыщик заподозрил, что-то неладное, и решил, что материала что надо, уже достаточно. Завел машину и уехал. Что он, так быстро уехал? Неужели наш разговор услышал? А черт его знает, может кроме фото у него, и радиомикрофон был с усилителем. Надеюсь, Николай не подведет? Барин заказал диджею песню из кинофильма Тарантино. От заката до рассвета. И попросил его объявить по микрофону, что она звучит, для самой, обаятельной, и привлекательной надежды. Спасибо. Засмущалась Надя, и пошла кружиться в танце, эротическом, забывая про все на свете. Это, уже слишком, пошли отсюда. Да, поехали. Я думал, она особенная, она, такая же, каких пол, но... Да, мой друг, баба-стервы, поехали отсюда. Надя, даже не заметила, как мимо них прошли парни, которые сели в машину и уехали. Для нее, в один день, не дарил никто таких подарков. И вино, и молоко с пироженным, закружили ей голову, окончательно, в этот романтический вечер. Сыщик отъехал немного, затем остановился, достал свой нетбук, в кафе был интернет, вай-фай, а у сыщика на всякий случай была антенна, чтобы уловить сигнал. Взломать пароль для доступа ему помогла шпионская программка. Он загрузил с флешки данные, и переслал их себе на почту, и загрузил еще на файловый обменник, Яндекс.Диск, на всякий случай. Затем замел следы, удалил из нетбука все. И стер с флешки компромат. Оставил только нейтральные фотки. Завел мотор и поехал дальше. Шеф полиции на перехват послал пару новых сотрудников. На тот случай, что старые могли пропустить. Добычу по старой дружбе. Сыщик напрягся, когда увидел машину ГАИ, и двоих с жезлом впереди. Вот блин, явно меня поджидают. Сотрудник ГАИ махнул жезлом. И сыщик решил притормозить, и присмотреться нет ли знакомых. Остановился, но мотор не глушил, чуть приоткрыл окно, спросил, Ребята в чем дело? Инспектор Петренко. Заглушите мотор и выйдете из машины. Вы на кого работаете? Почему я вас раньше не видел? Я ничего не нарушал, здесь мы задаем вопросы. Выйдите из машины, с какой целью? С целью досмотра. Тогда Николаю Викторовичу привет. И сыщик надавил на газ, поехал. ГАИшник вытащил пистолет, хотел стрелять. А черт уйдет, крикнул второй, садись быстрей. Тот сел, и началась погоня. По рации передали, шефу полиции привет. Болваны, если упустите, бошки поотрываю. Сыщик гадал по дороге, кто за ним гонится, это или новенькие, или бандиты переодетые, но в любом случае им попадаться в руки не хотелось. Шефу не удалось организовать перехват, сыщик умело уходил, от преследования, окольными путями. Новенькие просто удивлялись его сноровке и вождению. Уйдет гад, упустим. Стрелять нельзя, люди вокруг. Сыщик был хорошо натренирован в вождении и ушел. Извини братишка, упустили, он нас по вождению, был лучшим в отделе. Да, Николай теряешь квалификацию, подвел ты меня под монастырь, думай как его вычислить теперь. Хорошо, будем исправлять ошибку. Оперы устроили засаду, у дома сыщика, и ждали когда он появится. Надюша плод освободился, можем туда пересесть если хочешь. Они пересели. Вечерело. Зря, пересели, тут больше комаров. Огорченно сказала Надя. Ах лето, красное мое, любил бы я тебя. Кабы, не комары, да мухи. Пушкин. Он сомнен. Поехали Наденька на дачу. Там очень мало комаров, разведем костерок, на мангальчике сварганим шашлычок, и продолжим праздник. Уже поздно. Мне завтра на работу. Какая работа? Я тебе отгул на завтра дам. Правда? Ну, конечно. А потом поближе в конторку устрою, на тепленькое местечко. А как же Инна? А Инна, уже в прошлом, кроме работы у нас с ней ничто не связывает. Это мне напоминает, кино, жестокий романс. Нет, у меня коллекция фильмов есть, лучше если хочешь, посмотрим роман служебный. Нет, ты не крокодил Гена. А кто же? Змей-искуситель. Барин посмотрел на спину свою, и отшутился, вот блин кто-то крылья обрезал пока спал. А вчера еще ангелом был белым и пушистым. Все это было бы смешно, когда не было так грустно. Сказала Надя, такими вещами не шутит. Ни грусти, ни все так плохо в этом мире, разве тебе вечер наш не понравился? Понравился, вот и хорошо. Барин подливал вина. Ну, пора и честь знать, давайте на пасашок. Выпили и закусили, вези меня извозчик, погулкой мостовой, запел барин. Надя обернулась по сторонам и только заметила, что ребят не стало. Вот дура вляпалась. Подумала и попросила, пусть кучер везет меня домой, меня мама ждет, волнуется. Саша, вези нас, куда бариня просит. А сам моргнул ему и шепнул на ухо, на дачу. Вы что там, шепчетесь за моей спиной, что за тайны от меня, никаких тайн. Просто думаем, как праздник продлить и маму твою успокоить. Можно, я позвоню ей? Конечно, мама, это святое. Скажи, через часик будем, а почему часок? Мы далеко, заехали, крошка. Хорошо. Алла, мама, не волнуйся, я через час буду на месте. Да, все в порядке, не переживай. Все, поехали. Надя села в машину. Водитель шефу сказал, шеф, может, не надо на дачу. Может в другой раз. Нет, другого раза, может, и не быть. Поехали. Десятая глава. Мама Надежды, молилась у иконы Божьей Матери, о благополучии дочери, и просила высшие силы, дать дочери в дорогу ангелов-хранителей, и уберечь от всякого лиха. Тем временем Барин и Надя сидели на заднем сидении. Надя устала и решила отдохнуть. Давай поиграем в игру, пока едем. В какую? Спросил Барин. В отца и дочку. Но, у меня не было, детей, боюсь не справлюсь. Справишься, папуля, можно только я прилягу на твои колени, устала очень. Ложись, дочка. Надя улеглась и закрыв глаза, и поведала душесчипательную историю. Папочка, ты не погиб на шахте, просто ты выполнял секретные задания и не имел права никому рассказывать. И эти годы пропадал не по своей воле. Ты был в экспедиции, в Арктике, и там ваша база, когда вы спали, откололась от материка, и вы на огромной льде не дрейфовали. И что же дальше было? А дальше вы пытались звать на помощь, но спасатели, никак не смогли к вам добраться, из-за сложных погодных условий, то туман им мешал, то пурга. А потом? А потом, у вас закончилась энергия, и вы лишились средства связи с материком, и вас спасатели потеряли. А дальше? Вы блуждали по морям, и океанам, надеясь, на чудо. И оно свершилось, вы попали, на необитаемый остров. Вы сначала обрадовались, но годы проведенные там ни к чему хорошему не привили. Вы пытались строить лодку, но на ней далеко не уплывешь, опасно. Нужен был корабль или на худой конец яхта, но у вас не было материала, из чего сделать парус. Вы выживали, как могли. Вас, кусали змеи, вы сражались с дикими животными. Терзали вас всякие болезни, но у вас не было лекарств. На свой страх и риск вы заваривали травы, пытаясь понять, от чего они помогают. Вы годами смотрели вокруг и ждали, когда мимо проплывет какой-нибудь корабль, чтобы подать ему знак. И что же дальше было? Из всех выжил только ты, ты похоронил своих друзей. Из ягод ты сделал вино, чтобы помянуть их. И уже сам терял всякую надежду на спасение. Надя засыпала. Похоже, что эту легенду, она придумала с детства, шепнул Александр. Барин сгорал от любопытства, узнать финал, этой истории и спросил шепотком. Дочка, а что же дальше было? Надя сквозь сон прошептала. А дальше тебя подобрал круизный лайнер. И ты такой страшно был голодный, во всех отношениях, что перепробовал там разные блюда, и перетрахал всех баб, что были на корабле. Саша и Барин, еле сдерживали смех, чтобы не разбудить Надю, которая засыпала. Барин, гладил по-отцовски ее по плечу. Надя сквозь сон прошептала, папуля, ты ведь больше никуда не пропадешь? Нет, доченька, не пропаду. Барин, запел, тихонько, ей колыбельную песню. Как, хорошо, ты поешь, прошептала Надя и уснула. Некоторое время, ехали молча. Затем Барин шепнул Саше, дача отменяется, давай к ней домой. Приехали к дому Надя. Саша иди постучи в окно, собаки нет там? Нет. Вот и хорошо, а я ее осторожно возьму на руки, чтобы не проснулась. Так и сделали. Мама Нади вышла. Доброй ночи, извините на работе задержались. Приготовьте постель, Надя спит. Хорошо. Барин осторожно положил Надю и снял туфли у нее. На то мы попрощались и уехали. Езжай, к себе, и домой иди. А вы. А моя Одиссея еще не закончена. Александр вышел. Удачи. И тебе того же. Барин пересел за руль, и черный бумер мчал его в неизвестность, на необитаемый остров, его фантазий. Весь вечер, надежда, вызывала у Барина сильные, эротические чувства, он как животное, пожирал ее взглядом. Ее красота, и новое платье, будоражили в нем, дикие эротические фантазии. Он так мечтал, овладеть ей, в эту ночь, но планы перебило это на первый взгляд, нелепая, детская легенда, пропавшего отца. И животная страсть была подавлена, неизвестно откуда, наплывающими как цунами новыми, отцовскими чувствами. Две стихи бушевали в яростной схватке. Животная страсть, как огонь и море, отцовской любви. Он не выдержал, остановился и позвонил Инне. Алла, привет, ты дома? Дома, хотела в речке утонуть, да воды боюсь. Лишь попыталась утопить грусть свою, в бокале красного вина. Ты одна? Подруга приходила, нас на полбутылки лишь хватило. Теперь ушла, и я одна. Оставь мне вторую половину, сейчас заеду. Барин заехал. Инна была в голубом халате и после звонка открыла дверь. Что нужно плечо мое, чтобы поплакаться в жилетку? И какие беды на тебя свалились на этот раз? Я потерял друзей. Налей вина, хочу их помянуть. Инна налила и принесла закуски. Каких друзей ты потерял? Понимаешь, мы были в экспедиции, и очутились на острове. Друзья погибли, и я только чудом выжил, понимаешь? Понимаю. Ты ешь. Да не спеши ты так. Барин как с голодного края набросился на еду. Уж не помешался ли он часом? Может, заболел. Путались мысли у Инны. Затем он как зверь набросился на Инну и начал снимать с нее одежду. Спокойно, милый, да что с тобой творится? Не надо рвать белье. Я и сама сниму. Барин схватил Инну на руки и понес на кровать. Задел торшер, тот упал и лампочка в нем разбилась. Извини, я не хотел. Он положил Инну на кровать и сказал, сегодня полная луна, пусть она ласкает светом нас. И он открыл шторы, и луна эротичным светом опьянила их обоих. Целый час бушевали страсти на постели. Когда, буря утихла, появился штиль. Инна спросила, дорогой, что это было? Какая муха тебя укусила? Не муха, а змей-искуситель. А я думала торнадо меня навестить решила. Тебе не понравилось? Нет, почему напротив? Такой тарзан мне нравится. У меня большие могут быть проблемы. Какие? Жена наняла частного детектива, компромат собирают на меня. А Николай, что не поможет разве? Тот и оно, пытался помочь, но тот легко ушел от погони. Непростой орешек, сразу видно профи. Так, что нужно быть крайне осторожным. Позвонила жена. Да, со мною все в порядке. Я был на заседании директоров. Скоро буду. И барин положил трубку. Вот видишь, родная туча сгущается надо мною. Ты же знаешь, ее папаша в авторитете, за дочку может не на шутку наказать. Ну, что так и будешь метаться среди двух огней, или сколько там их у тебя еще? Да, лесной пожар, и потушить его боюсь, воды не хватит. Извини, прости, если что не так, и на работу приходи. Я место твое держу для тебя. Ну все, не грусти пока. И барин поцеловал Инну на прощание, оделся и ушел. Бумер его подъехал к дому. Пальма голос подала. Пальма, ну ты зачем меня выдаешь сегодня? Пальма в ответ виновата, завиляла хвостом. Тебя кормили сегодня. Пальма заскулила. Все ясно. Барин зашел. Дорогая, я дома, я слышу, ответила жена, глядя в телевизор. Ты Пальму кормила? Нет. Забыла Барин, достал корм, и пошел во двор, и сел рядом, и смотрел как Пальма ест. И ты, Псина, проголодалась, сегодня, не только я. Пальма метала сток миски и ток хозяину и лизнула его по щеке. Ладно, ладно, и я тебя люблю. Поэтому видать и голосила, что забыли тебя, и есть никто не дал и ты обиделась. И Пальма гавкнула в знак подтверждения. Ну, тихо люди спят, ну ладно ешь, не буду тебе, мешать. Барин пошел в ванную, мыл руки, и лицо, смывая, улики, запахи духов, надежды, и инны, и запах Пальмы, после, брызнул, на себя своим одеколоном. Есть будешь? Не голоден, все ясно, ну, что тебе ясно, ты посмотри в небе, какая луна. Ну и какая? Полная, вся полна эротики. Барин выключил телевизор. Иди, одень мой любимый красный комплект нижнего белья. В честь какого перепугу? В честь святого Валентина. Не мели, это зимой, а сегодня лето. Валентином сегодня буду я. Жена пошла и удивленно сделала, что муж просил. Барин потушил свет и открыл шторы, и снова луна объявила штормовое предупреждение. Барин включил музыку из фильма Тарантино. И кровать штормила целый час, а после снова штиле прозвучал знакомый вопрос, и что это было? Просто проблема отцов и детей, не поняла? Вернее, кризис среднего возраста. И почему он так редко бывает? Ты хочешь, чтобы он был хроническим? Хочу. Боюсь, витаминов не хватит, и воды, погасить эти пожары. Не говори загадками. Какие еще пожары? Ты разве по новостям не смотрела, сколько лесов горит? Нет, я фильм про любовь смотрела. Хотела так с тобою посмотреть? Как назывался фильм? Жених для дурочки. Забавное название, но хорошо, дорогая, на выходные посмотрим в интернете. Спокойной ночи, дорогая. И барын отключился, от усталости, и крепко заснул. Одиннадцатая глава. Тем временем сыщук остановил машину, в квартале от своей квартиры, и решил пройти стихонько в разведку, прихватил бинокль ночного видения. Обнаружил машину, что пряталась за деревьями с знакомыми номерами, из отдела где он работал. Все ясно, засада, домой нельзя, вот влип. Не знал, что будет все так серьезно, подумал сыщик и вернулся к машине. Уехал на виноградный участочек в шесть соток. Где был у него, небольшой домик, по дороге купил пиццу и сока. Ночью размышлял о дальнейших планах. Он вспоминал, как развелся с женой. Она также наняла детектива, за ним шпионить, и он никак, не мог понять как он, опытный ясно смог сразу заметить слежки. После компромата, и пачки фотографий с девицами, его казалось устоявшаяся семья рухнула в один день. Жена была принципиальной, и непреклонной, и сразу подала на развод. В ярости он хотел найти шпиона и уничтожить, но что бы это дало тюрьму. Зачем? Ради чего? Спиртное не помогало, и работа тоже, после он и работу потерял и очутился за бортом этой привычной жизни. Все пошло не так, одна черная полоса сменяла другую. Вот и теперь тучи сгущались над его головой. Так рисковать, а все ради чего? Ради денег выполнить прихоть какой-то жены с риском для жизни? Ну, допустим сделает он этот заказ и деньги получит, а разве от этого кому-то станет легче? Еще одна распадется семья, вот что удручало. Если бы муж, чей попросил вывести жену на чистую воду, не так было бы обидно и досадно. В сыщике заговорило чувство мужской солидарности. Он поел пиццу и запил соком, и решил пойти на очную ставку к тому, за кем следил, и во всем признаться. Это было рискованно, но другого варианта он не видел. Барин был на рабочем месте и Инна тоже. Сыщик пришел в приемную и попросил о встрече с шефом. По какому вопросу? По личному, по личному, это в четверг, сухо ответила Инна. Нет, вы неправильно меня поняли. Скажите по его личному. И сыщик протянул шоколаду. В инна добавил, это вам к чаю. Спасибо, улыбнулась Инна, взяла спрятала ее под стол. Шоколад иногда решал многие задачи. Хорошо, я попытаюсь. Инна постучала в кабинет и вошла. Дорогой, там по твоему личному делу, мужчина просит принять, ну, ладно, зови. Сыщик вошел и представился Виктором и рассказал все как есть на духу. Ну и что мне делать с тобой? Как я могу тебе верить, когда ты шпионил за мной? Виктор протянул конверт с фотками, где Барин был с Надей. И пока тот разглядывал, поведал ему историю своего развода и о мужской солидарности. Барин поверил ему. Хорошо, раз ты сам пришел, с повинной, я тебе поверю. Скажу, чтобы сняли за тобой слежку. Ты по-прежнему будешь якобы шпионить за мной, только фотосессия будет другая, деловая. Ну, ты меня надеюсь понимаешь? Конечно. Обменяемся телефонами и будем координировать действия, где, что и кого снимать. Только фото предварительно покажешь на случай тех лиц, что нежелательно быть в кадре. Ясно. Жена уже требует ваша отчет. Надо поторопиться. Хорошо. Я постараюсь что-нибудь придумать поскорее. Если все будет получаться от себя тебе добавлю премию. Ну, все, буду ждать звонка. Хорошо, договорились, и они пожали руки, и разошлись. Барин позвонил. Николай, операция отменяется, твой сыщик был у меня сам пришел с повинной. Так что снимай засаду и облаву. Будет работать на меня. Как думаешь не подведет? А куда он денется с подводной лодки? Зачем ему наживать врагов, и за какой-то бабы? Я бы на его месте так же поступил. Ну, все, лады. Пока. Барин Инни позвонил. Инна, капучино неси, и двери не забудь за собой и закрыть. Инна принесла капучино с шоколадом и закрыла дверь. Поздравь, с меня сняли кандалы, только что. Кто это был? Тот самый шпион, теперь работает на меня. Ты рада? Да, любимый радой стала раздеваться. Откуда шоколад? От шпиона. А он не отравленный. А вот сейчас и проверим. Они оба откусили по две дольки и запивали капучино. Затем зашли в тайную комнату в кабинете где была двухспальная кровать. Только белье наруви, а то мне домой, ни в чем будет идти. Ну, хорошо, хорошо, иди ко мне моя пантера. Домой лев и иду, иду. И орги продолжались. Максим недолго горевал, о разладе с Надей, и позвонил Свете, с которой сорвалось свидание. Клялся, что на этот раз, будет на месте и в срок, и договорились встретиться в кафе. Через время Анатолий, их вместе увидел, как они шли по парку в обнимку. В тот вечер Анатолию Наде понравилось, когда он увидел ее в первый раз, и подумал о дальнейшей ее судьбе. Нарвал полевых цветов и зашел к Наде на работу и подарил. Это зачем? Просто так от души. Как там Максим? Никак, забудь его, он уже с другой, вчера видел в парке, в обнимку шли. Надя расстроилась. Не грусти, значит не судьба. А Барин в тот вечер тебя не обидел? Нет. Надя, это пока нет, надо не ждать пока это случится, бежать отсюда. Куда? С кем? С тобою? Да, хоть бы и со мной. А работу, можно в другом месте найти, где? На рынке у вокзала, в палатках стоять и в холод и в жару. Так там хозяева мужики, тоже прохода не датут. Можно диспетчером в такси пойти, вчера в газете объявление читал, там тоже мужики одни в такси, да и вряд ли стаж там есть. Ну, ведь можно другую работу найти? Ты ведь сам не по специальности, ты машинистом должен быть, а ты мусор убираешь с братом. Почему работу, по душе, сами не нашли? Анатолий не знал, что ответить, обиделся и ушел. Через время зашел к ней барин. Привет, дорогая, ты готова перейти на новое рабочее место? А можно мне пока здесь хотя бы до холодов побыть? Уже как-то влилась в коллектив, привыкла. Ну, как знаешь, а это откуда цветы? Кто подарил? Никто, просто по дороге на работу нарвало. Смотри, я фальши не люблю, и сплетен за моей спиной. Как там мама чувствует себя, помощь не нужна. Пока все хорошо, твоя история, с папулей мне понравилась. Я надеюсь, ты мне, наедине, ее финал расскажешь завтра или послезавтра, в общем я позвоню. И загрузи новые фотки свои в интернет, я жду с нетерпением. Хорошо. Ну, чао, крошка? Барин ушел. Михаил и Нина, решили встретиться в кафе, пообщались. У Нины пустовала однокомнатная квартира, она пригласила Михаила на продолжение банкета. По дороге прихватили вина, коробку конфет и закуски. Так соединились два одиночества, были общие темы, общие работы и взгляды. Люда, подруга Нина вернулась, из крымских гастролей поведала Нине, что довольна и тем, что отдохнула и недовольна и тем, что ее ухажер гулял направо и налево. Ты все равно никого не любишь. Да, но боялась, что он какую-нибудь, заразу подцепит еще. Ты, надеюсь, предохранялась? Он презервативов не признает, гад. А таблетки не от всех напастей спасают, да, говорила я тебе, да играешься коза. Ты проверилась у врачей. Да надо, все некогда, смотри, чтобы поздно не было. После работы Надя приехала домой, на рабочем автобусе. Поела и стала загружать новые фото на сайт. Мама смотрела с восторгом и любовалась дочкой. Надя, это чем же тебя снимали? Вот этим телефоном, ух ты какая красивая игрушка. Это что, начальник тебе подарил платье тоже дорогое? Да. Ой Надя, боюсь я за тебя, это за какие заслуги-то? У вас, что с ним уже, что-то было? Нет, но может быть. Ой дочка не к добру, это все, ой не добру. Не ходи ты туда, не ходи. Мама ну нет пока другой работы, да и стаж нужен. Какой стаж? Будешь очередной любовницей, надоест и бросит. Такой ты хочешь стаж? Не такой я брачной ночи тебе желала, не такой, не пара, он тебе. А где твой Максим? Забудь, увидел нас с начальником, и к другой переметнулся. Ой, что мне с тобой делать, хоть на цепь посади. Да, кандалы нынче наверно не помешали бы. На работе Алина похвалила Надю, видела, видела твои фотки, супер. У вас, что было уже? Нет, но боюсь, долго не протяну, и так два вечера отбивалась, как могла. Ты, хоть презики купи предохраняться, а то мало ли залетишь еще. Хорошо, если не забуду. А это больно говорят или как? Поначалу больно, а потом приятно и привыкнешь. 12 глава. У Михаила и Анатолия был дядя, который уже 12 лет жил в Америке. Однажды он позвонил по скайпу узнать как у племянников дело. Ничего хорошего, дядя Валера, работаем не по специальности, платит мало, посылает работать куда попало. У меня своя ферма, хватит вам мучиться, я вам визу организую, мне нужны помощники, жильем вас обеспечу. Хорошо, мы не против. Вот и отлично, можете увольняться, а я потом скажу, какие документы надо собрать. Спасибо. Ну, что брат, скоро закончатся наши мучения. И заживем как люди. Да, но как же родина, там другая страна, язык которой мы не знаем. Ничего с дядиной помощью выучим, здесь все равно нам ничего хорошего не светит. Устроимся там, я потом и Нину приглашу к себе. Так, что завтра подаем заявление на увольнение. Они принесли заявление к барину на подпись. Слабаки, не прошли испытательный срок, ну, что же, держать не буду, на ваше место желающие найдутся. Барин подписал заявление, и они ушли. Михаил поведал мнение, что скоро их жизнь, изменится к лучшему. Я не могу оставить маму и дочь, еще не определена. Ничего, обживемся, их вытащим туда, не знаю, все это не так просто. Нина уходила на работу. Барин заказал приготовить вагончики для торжества. Там собиралась элита, также был начальник Николай, и младший брат Барина Вадим. Вагончики пригнали в станции новой. И Нина и Людмила дежурили. В одной смене на работе возле этого кутежа. На Монгале жарили шашлыки. Играла музыка и приглашенные танцевали в вагончике, где была танцевальная площадка, были лазеры и цвета музыка. Вадим вышел, на улицу с Барином. Вадим закурил и спросил. Девочек скоро привезут? Я газель за ними послал. Твою газель, уже на металлолым пора, что не можешь нормальный бусик купить. Экономишь? Не бурчи, скоро ее отдам в капитальный ремонт, мне и без этого расходов полна. Экономист. Газель с девицами по дороге находилась в падине, не смогла с грузом подняться и заглохла. Связи мобильные не стало. Всем пришлось выйти. Девицы решили вернуться в село свое пешком. Водитель тоже закрыл машину и пошел пешком на гору в надежде уловить связь. Попутных машин в этом месте не оказалось. Народ нервничал. Вышел Николай. Барин, что за дело, где бабы? Мужики психуют? Да звоню, водителю, связи нет, не в зоне доступа. Ну, тогда на станцию пойдем, твоих куриц щупать, и Вадим с Николаем пошли, на станцию, зашли и увидели Нину с Людой. Привет красавица, пошлите вас начальник зовет, а что случилось? Да, что-то с погрузкой вагонов не так. Девчата ничего не подозревая вышли, когда проходили мимо вагонщиков увидели Барина. У начальника, накладные вагонов, нужно свериться. И Николай моргнул Барину. Да, девчата если все будет в порядке выпишем премию. Нина боялась подниматься в вагон и сказала, принесите сюда накладные. Поднимайтесь, они в вагоне, что нам на улице сверку проводить? Я вам не верю, Люда бежим отсюда, это обман. А ну стоять! И девчат силой затащили в вагон. Барин затащил, в купе, Нину и закрыл дверь. Ну чего ты брыкаешься, раздевайся, премию выпишу за переработку, только и всего, не смейте, у меня муж, есть. Ну и что, а у меня жена, но мы им ничего не скажем, правда? Вам что, баб мало? Мало, сегодня шлюх, не привезли, машина видно сломалась, Барин вышел и пригласил Николая. Николай зашел и запер дверь. Нина сопротивлялась, как могла. Николай ударил по щеке ее раз, потом другой. Да не брыкайся ты, не порти праздник, а то по кругу пойдешь, дура. Вадим развлекался с Людой, та меньше сопротивлялась, не хотела, чтобы рвали ей одежду. После Вадим вышел, ну, как она ничего? Хороша, покладистая, ну тогда и я попробую. Валяй. Барин зашел, Люда одевалась. Не спеши, меня еще обслужишь и отпущу, где ваши шлюхи? Что они приехали? Наверное машина в дороге сломалась. Не волнуйся, выпишу премию вам за переработку. Только и Нину отпустите, а то она этого не переживет. Да, отпустим, отпустим. И Барин утолил, свою животную страсть. Нину и Людмилу отпустили. Нина вся в слезах шла на станцию, а Людмила ее утешала. Пришли Нина собиралась идти домой. Ты куда? Домой. Смена еще не закончена. А мне плевать. Я заявление напишу. Об увольнении? Да, и об изнасиловании. Первый Барин подпишет, а второй твой насильник, читать будет и порвет. Как это? Да вот так, он самый главный в полиции. Мой совет не говори ничего своему Михаилу, а то будет война, силы будут неравны, и жертв может будет больше. А работу другую ищи, такие смены не для слабонервных. А ты? Как же будешь, все терпеть? Пока да, пока другую тоже, не найду подруга. Иди я за тебя до дежуря. И Нина в слезах пошла домой. Вадим, Николай, и Барин, вышли из вагона, на свежий воздух, и увидели, как к Нину ходила вся озареванная. Барина в первый раз мучила совесть. Да, скоро день железнодорожника, а мы так подло с ними поступили, нехорошо. Ну а кому сейчас легко, съязвил Николай, на, дашь, ей, премию, или подарок купишь, к празднику, и сунул купюру в жакет Барину. Да, и это, от меня, и Вадим сделал то же самое, сунул банкноту Барину. Позвонила жена Барина, где тебя черти носят. Ты забыл, что к нам мои родители приедут, и я тебе еще два дня назад говорил, и они уже часть тебя ждут. Ой, совсем забыл, скоро буду, и бросил трубку. Друзья врал, теща с тестем у меня в гостях. Вадим разрули тут сам без меня, проводи гостей. Хорошо езжай. Александр подогнал черный бумер, и Барин помчался домой. Да сейчас достанется ему на орехи, сказал Вадим. Да, плохо быть подкаблучным. Ладно, пошли, шашлыки есть, они уже готовы, ответил Николай. Да, непутевый затек, надо бы проверить навшивость, сказал отец Ирины, дожидаясь Барина. Да, знать, что мы приедем, и такое неуважение, добавила мамаша Ирины, недовольным тоном. А как вообще, Ирочка, он тебя, не обижает? Да не пойму я его, странно как-то, он себя ведет. В чем это выражается? Исполняет ли добросовестно, супружеский долг в постели. Ты удовлетворена? Да не пойму я его. То как холодильник, то как огонь в постели. Да, я и сыщика частного наняла. Вот как. Значит не все гладко, не нравится мне все это. Займись и ты, этим вопросом. Дорогой, надо знать, где он, пропадает. Наша дочь не должна страдать, хорошо. Дорогая, я подключу своих людей. Нина пришла домой, белая как стена, на вопросы Михаила, что случилось, и кто тебя обидел, не реагировала. Разделась и пошла в ванную, смывать, боль, улики, стыд и позор. После она вышла. Да, что с тобой? Кто тебя обидел, не мучай, не допрашивай, не надо, дай чаю, и успокоительное. И все. Михаил принес, она выпила и заснула. Михаил терялся в догадках. Что могло случиться? Может на работе неприятности, или что похуже? Она пришла раньше, а почему? Пьянка, гулянка в вагончиках закончилась, и всех развезли, по домам. Михаил не выдержал и пошел на станцию, увидел вагонщики для пиршества и дымок, который еще шел с мангала. И в душу закрались, дурные мысли, и плохое предчувствие. Он зашел на станцию, увидел Людмилу, и устроил ей допрос. Рассказывай, что случилось? А разве тебе жена не сказала? Нет, молчит как партизан. Люда, упиралась, как могла, не признавалась, и расплакалась. Да, что вы все скрываете, что с вами тут было? Говори. Не лезь, дурак, убьют тебя, не надо. Это мне решать, куда лезть, а куда не надо, говори, я все равно узнаю. Не могу я, не рви мне душу. Вас Барин обидел, с дружками. Так? Люда молчала, что они с вами сделали. Говори. Тебе лучше не знать. Премию обещали. Не ули. Обещай мне, что на рожон не полезешь, тогда скажу. Жалко мне вас, да и себя. Хорошо говори. Поимели как могли. Мужики-козлы, прости, я не тебя имела в виду? Кто это сделал? Тебе огласить весь список или как? Михаил в ярости схватил вазу и разбил об пол. Говори. А ваза тут при чем? Псих, что? Автомат возьмешь? И пойдешь всех стрелять. О последствиях, подумай сначала. Сядь, спокойся. Михаил сел, он явно в шоке был. Люда достала из сейфа коньяк и налила стопку. На, успокоительная. Я не против мести, только ее надо, так продумать, чтобы не наломать дров сгоряча. Ты хорошенько все обдумай, главное не спеши. Я тоже дома на досуге узнаю, где у шефа уязвимые места, чтобы ударить побольнее. Учти, пока нам проявлять агрессию нельзя. Иначе узнают, сразу, откуда ветер дует. Нужно переждать, и через время нанесем удар. Михаил выпил и сказал. Да, мудро говоришь, налей еще. Люда налила. Вот и молодец. Пусть праздники пройдут. Это все забудется для них и утрясется. Да, мы с братом уволились, будет время больше все обдумать. Ну а как теперь без работы? Нас в Америку зовут, есть там места для работы и жилья. Ну, что же, рада за вас, а как же Нина? Я, ее потом заберу, как устроюсь. Но перед дорогой, отомстим. Только не спеши, все тщательно продумать надо, вплоть до мелочей, иначе на нары, или закатают в асфальт. Ты меня понял? Понял. Вот и славно, а я потом вам свои идеи предложу. Хорошо. Смотри, кроме брата, о наших планах никому не слова. И даже Нине, не выдавай, то что узнал, и что задумал. Ты меня понял? Да, обговаривать детали, только при встрече, мобилки прослушиваются. Об этом тоже не забудь. Как там Нина? Нина еле успокоилась, спит. Ладно, я пойду. Спасибо за науку. Тринадцатая глава. Барин приехал. Его встретили с холодком. Разговор за столом был невеселый. Когда после Барин провожал гостей, тесть шепнул на ухо Барину. Узнаю, что Ирину обижаешь, шкуру спущу. Да, что вы я и мухи не обижу. А вот какие мухи возле тебя летают, узнаю тоже. Барин помог теще сесть в машину и гости уехали. Что папа тебе сказал? Да, так ничего особенного, чтобы тебя берег, и это для тебя ничего особенного. Прости, дорогая, я не так выразился. Ну, конечно, ты для меня особенная, а у тебя, что и не особенное еще есть? Ну, не придирайся к словам. Ты у меня одна и неповторимая, смотри у меня, да шутишься. И в эту ночь, Барину снова снились кошмары. Три дня, Барин изображал порядочного мужа, и являлся с работы в срок. Сыщик его жене, дал отчет, и фотографии, с деловыми встречами мужа. Что дальше делать? Ну, что же, вот вам обещанный гонорар, и протянула ему конверт с деньгами. Если понадобитесь еще, я с вами свяжусь. Хорошо. Затем сыщик заехал к Барину на работу, и доложил, что все в порядке. Барин дал ему еще конвертик с деньгами, в виде премии. Молодец. Ступай. Если понадобишься, позвоню. Сыщик заехал в бар-кафе, отметить получку, и снять девицу на ночь. Тем временем, на даче Барина, по приказу его тестя, тайно проникли люди, и установили прослушки, и камеры наблюдения. Барин решил сегодня расслабиться, и провести вечер с Надей. Любовался ее фотками, ВКонтакте. Позвонил, и сказал, что после работы за ней заедет. Позвонил горничной, чтобы замариновала мясо на шашлыки, и могла идти домой. Александра он тоже отпустил, и был сам за рулем. Надя села в машину, и они поехали на дачу. Барин развел костерок, надел плед на ее плечи, Надя сидела в кресле-качалке, наслаждалась природой, и запахом сосновых шишек, и сосен. Барин по-хозяйски развел костерок на монгале, и готовил шампура, накалывал мясо. Может помочь, спросила Надя. Не надо, я сам. Затем они на природе, в беседке сидели за столом, и пили вино, и ели салаты, и шашлыки. Затем он вынес гитару, и пел песни, возле костра. Я не знала, что ты еще, такой музыкант. Да на полставки, в метро подрабатываю, после работы. Да, но в нашем городке, метро еще нет. Да, шутка не удалась. Когда появились, на небе звезды, и полная луна. Надя любовалась, этой красотой. Люблю, ночное небо, и на звезды смотреть. Пошли Наденька, посмотрим в телескоп, поближе. Правда? У вас, то есть у тебя, и телескоп есть. Ну, конечно, я тоже звезды, люблю как и ты. Ну, пошли. Они поднялись на третий этаж. Барин вытащил, на балкон, большой телескоп, на треноге, и начал настраивать на Луну. Ух ты, какой большой, сразу видно, что профессиональный, не любительский. Да, это все по-взрослому. Тут и карта памяти есть, и запись наблюдения. Я на нем солнечное затмение снимал, и в ютуб выложил. Народ хвалил. Ну, все теперь настроил, смотри. Надя, посмотрела, изумилась, прелестью, луной. Боже, какая, красота, так четко, все видно. Бари напьянили, запахи Надяных волос, и он коснулся их руками, и стал гладить. Да, Надюша, там даже кратеры, видны. Да, видны. Как, здорово. Барин не выдержал, и поцеловал Надю, в шею. Не надо, я боюсь. Кого? Меня. Можно, мне еще посмотреть? Смотри, конечно. Барин отошел, и уселся в кресло, и любовался Надей со стороны. Надя, любовалась луной и спросила, и планеты можно увидеть? Можно, какие? Венеру, Марс, Меркурий, Сатурн. Остальные уже посложнее увидеть. Боже, как хорошо. Я когда был на выпускном в школе, одни любители астрологии, из родителей, привезли такую штуку, детям. Выпускники, позабыли про застолье и танцы, и выстраивались в очередь, чтобы полюбоваться. Вот и я, задумал тогда, чтобы в очереди не стоять, и купить тоже такое чудо. Что, прямо сразу мечта исполнилась? Нет, к сожалению, не сразу, годы ушли, чтобы она осуществилась. А ты мне покажешь, запись из отмения? Конечно, покажу, иди ко мне. Надя подошла. Ну показывай, где оно? Ты мое затмение, и Барин потянул Надю к себе, за руку. Я не готова еще, и я боюсь. Не бойся, и начал ее раздевать. Я не умею. Я научу, не бойся. После близости, Барин не получил удовольствия, из-за неопытности Надя. Да и Надя не была в восторге, после близости. Она вспомнила, что забыла предохраниться, и ее сковал страх. Да, расслабься ты, что ты так напряглась. Я не предохранилась. Подумаешь, сделаешь аборт, если что, не беда. Как ты можешь так говорить? Я от жены детей не хочу, а на стороне, тем более. Надя стала одеваться. Отвези меня домой, не дури, позже повторим. Может, получше выйдет второй раз. Нет, мне и одного довольно. Ну, вот. Обиделась, ну прости. Не трогай, меня, чудовище. Барин ударил ее по щеке, не смей, меня так называть. Одевайся. Отвезу тебя к мамаши. Дура, испортила мне вечер. Барин отвез Надю домой. И поехал к себе. Михаил и Анатолий разработали первый план. А. Приближался праздник, народ собрался, в вагонном депо, в актовом зале, на 300 мест. Начался концерт. Выступали участники художественной самодеятельности. Выступала и Алина. Когда Алина, запела песню, из репертуара, рок-группы, Бон Джо Ви, It's My Life, у Барина загорелись, похотливые глазки, и он шепнул членам жюри. Этой, дайте, первое, место. Хорошо. И сфотографировала, снял на видео, ее на память, своим смартфоном. Надя видела всю эту картину, подумала вздыхая. Ну вот и ты попалась на крючок, подруга. И что нам так не везет? После концерта, раздали передовикам премии, в конвертах, и объявили, что первое место, в самодеятельности заняла, Алина. Ей вручили ценный подарок, небольшой телевизор-плазму. Через время Алина участвовала в юбилейной акции мобильной связи. Конкурс был на лучший стих, по этой теме, по всей стране, разослали сообщения тем, кто пользовался этими операторами. Алина ради прикола, и шутя, сочинила, четыре куплета, и выслала сообщением на нужный номер. И забыла об этом. Через неделю ей позвонили, и пригласили за главным призом столицу. А приз. Телефон последней модели. Алине от железной дороги, был бесплатный проезд, и она его использовала, и поехала за призом. Барин хотел ее пригласить в кафе, и не застал. В столице Алине торжественно вручили приз как победителю. И она гуляя по городу, там познакомилась, с парнем, который работал адвокатом, и к тому был приезжен, из ее родного города, короче земляком. Надя звонила, поздравила Алину, и сказала ее Барин ищет. Алина понимала, что пахнет жареным, задумалась, не хотелось попадать в его сети. Новый знакомый просил остаться с ним в столице. И она недолго думая решила уволиться с работы, и принять его предложение, тем более она всегда мечтала жить в большом городе. Ее мечта сбывалась. Алина приехала за расчетом, и поделилась своими планами с Надей. Жаль с тобой расставаться, а так конечно рада за тебя. Затем, Алина пришла за подписью к Барину. Барин стал ее уговаривать остаться. Нет, не хочу. Ну хочешь я тебя в контору поближе переведу и оклад подниму. Нет, я в столицу хочу. Меня там уже ждут. Простите не могу. Как жаль такие таланты терять. Я хотел твой приз в кафе отметить. Вам есть с кем отмечать. Есть те, кто вас утешит. Не держите меня долго, а то Инна из ревности выломает дверь. Барин не ожидал, такого ответа, и подписал заявление. И Алина ушла. У Михаила была дача и подвал. Подвал подготовили для жертвы, и поставили биотуалет. Поджидали жертву, когда она выйдет из салона. Михаил и Анатолий надели маски и похитили жену Барина. Закрыли ей рот скотчем и связали, привезли. И оставили, развязали и открыли рот. Вы кто такие? Я буду кричать. Кричи здесь никто. Твои крики кроме нас не услышат. Вы не знаете с кем связались. Знаем. Все Семен пошли звонить. Барину, скажем что работа сделана. И они поднялись наверх и закрыли люк. Барину. Удивилась Ирина. Это, что же он гад задумал. Михаил и Анатолий нарочно так сказали, чтобы ввести в заблуждение Ирину. Через время, Барину пришло послание и фото связанное его жены, по интернету, и цена выкупа, в один миллион баксов. И расчетный счет, куда выслать деньги. Дали срок, двое суток, приготовить нужную сумму. Барин был в ярости, позвонил Николаю, тот приехал лично. Вычисли, мне этих уродов. Хорошо сделаю, что могу. А ты вспоминай, кому мог дорогу перейти, и кто твои враги. Откуда я знаю? Одни предатели вокруг. Поиски, ни к чему не привели, IP-адрес оказался, блуждающим по миру. Расчетный счет, был в офшорной зоне, примерно в Сингапуре. И мог быть чем угодно. Только большие связи в Интерполе смогли помочь, уточнить, тайну клиентов, но на это, не было ни времени, ни связей. Катастрофа, у меня нет таких денег, только половину смогу найти. Тогда иди на поклон к ее папаше. Ты хочешь, чтобы он меня живого в землю закопал? Закопает, если не скажешь правду, а так хоть шансы есть, что пронесет. Барин позвонил тестью и просил срочно о встрече, тот дал добро. После новости, тесть пришел в ярость, и ударил Барина в лицо. Подлец, я тебе доверил, самое дорогое, а ты с бабами развлекаешься, когда твою жену воруют. Барин сидел на полу и платочком вытирал кровь из разбитого носа. Тесть выхватил с каминокочергу и замахнулся на Барина. Убью гада. Тот закрыл лицо руками. Тесть в последний момент передумал, и швырнул кочергу рядом с Барином. Та упала с грохотом. Говори подробности. Тот рассказал, что знал. У меня только половина нужной суммы, сказал Барин. Я дам вторую. После этого выкупа, приложи силы, чтобы их найти. А я со своей стороны поищу. И чтобы ни один волос с моей дочки больше не упал, иначе я за себя не ручаюсь. Ты меня знаешь. Знаю. И больше никаких баб на стороне. Понял. Держи меня в курсе. Людей пришлю своих для помощи. Все свободен. 14 глава. Точка. Барин выслал деньги. Похитители надели, на Ирину мешок. Вытащили из подвала, посадили в машину, и повезли, и в полукилометре от дома выпустили возле дороги. Ну все, сама дойдешь, свободно. И уехали. Ну, что с первой победой тебя, Миша? Да, первый план. Удался. Теперь план второй. Обдумаем. А пока, на дно заляжем. Нас могут искать. А пока улики уберем и следы и заметим. Ирина шла пешком одна, боялась голосовать и останавливать попутку. Барин сидел как на иголках. А вдруг его обманут похитители, и с Ириной, что сотворят? Он налил, виски в стакан, и выпил. По почте пришло послание, все в порядке, иди встречай. Свою кралю, к дому идет пешком. Барин выскочил на улицу, и не знал с какой стороны, смотрел по сторонам. Вдруг вдали он увидел знакомый силуэт. Он завел свой бумер, и поехал к ней навстречу. Дорогая, с тобой все в порядке? Да, вези меня к родителям. Хорошо, как скажешь. Барин привез Ирину. Родители набросились на шею дочки, стали целовать и обнимать. Можно пока я побуду у вас? Конечно, дочка. А ты езжай домой, сказала Ирина мужу. Хорошо, как скажешь. И Барин уехал. Я помоюсь, а то сидела сутки в подвале, провонялась. Да, конечно, дочка, иди в ванную. После душа, Ирина пришла. Папа, можно мне с тобой наедине поговорить? Хорошо, дочка, пошли в кабинет. Папа, я услышала, после похищения, как бандиты говорили, пошли теперь Барину позвоним, что работа сделана. Это как, понимать? Не волнуйся, мои люди все узнают. Если он замешан, то ответят за все. Другой вариант, его могли специально оговорить, чтобы внести раздор в семью. Что правда? Ну, конечно, тем более сказали не тайком, а чтобы услышала. Да, открыто. Пока побудь у нас, так нам с мамой будет спокойнее. А много выкупа попросили за меня. Немало, дорогая, миллион баксов. И вправду, дорогая, а что муж, разве нашел, такие деньги? Нет, клянчил половину. Так что мы, тоже в убытке. Видно много нагрешил твой муженек. Есть за что наказывать. Жаль, конечно, что из-за него, и мы попали под удар. Еще одна подобная выходка и я его уничтожу, может он исправится. Я смотрел отчет частного детектива, вроде ничего, подозрительного не нашел. Тот сыщик видать на него и работает. Не хотел тебя расстраивать, да видно придется. Вот полюбуйся, чем занимался, твой муженек, когда ты его ждала с работы. И отец показал, Ирине, постельную сцену Барина, с Надей. Этот гад, ее невинности лешил, видать грозился, с работы уволить, если откажет ему. Чудовище! Я к нему больше не вернусь. Я за тебя, дочка, его уничтожу. Только не спеши, дай время мне ему найти замену, вот и хорошо, я тебе в этом помогу. Барин, несмотря на угрозы тестя, искал утешения, и поехал к Инне, на всю ночь до утра пробыл там. О чем люди тестей доложили. Две недели Ирина не появлялась, и отвечала на звонки Барина. В грубой форме. Оставь меня в покое, мне надо в себя прийти, после шока. Хорошо, дорогая, как скажешь. Отец Ирина разработал план, по уничтожению Барина и его компании. Эти два вагончика надо со всеми уничтожить. Что? Взорвать из гранатометов? Нет, это много шума. Надо придумать, то ли диверсию, то ли аварию. Вагончики ставят при гулянке в тупик. Вот и нужен таран, тепловозом. Вот и узнай чем лучше, что быстрее. Ну, разве, что электричку, угнать для тарана? Гениально. Продумай, мелочи и детали, они гулят, ночью, как раз в это время, последняя электричка в депо идет, вот ее и надо угнать, для тарана. Гениально шеф. Да, значит план с кодовым названием последняя электричка. Миша, может не надо рисковать больше, может хватит с Баррина уже. Будем в Америке, наладим новую жизнь. Ладно, может ты и прав, пока план второй, отменяется. Они купили билеты на авиалайнер, и летели часов восемь. Дядя Валера их встретил во Флориде, и они поехали в Майами. Там отдохнули, и ощутили прелесть райской жизни. Обосновались, устроились, и Михаил готовил визу для Нины. Анатолий звонил Наде по скайпу и манил тоже ее в эти места. Надя через время на работе стало плохо, тошнило, и мама заметила, что ее потянуло на соленое. Ты часом не беременна дочка, испугалась мама, не знаю. Возьму тест-полоски завтра в аптеке. Ой, горе-то какое, говорила, ведь тебе. Кому теперь с детем будешь нужна? Я сделаю аборт, если сделаешь, рожать потом не сможешь, дуреха. И они обе, разрыдались, и обнялись. Однажды Барин выпил на работе, и решил пройтись по станции. Зашел на Весы, где взвешивают вагоны. Дежурила Зина. Он начал к ней приставать. Хотел поиметь ее прямо на рабочем месте. Та ему отвесила по щечину и убежала. Вот дура. Ну и черт с тобой. Он пьяный сел за руль и поехал петляя домой, чудом аварии не случилось по дороге. Зашел в дом и включил свет в зале, налью себе джин. Когда пришла Зина домой, пожаловалась мужу. Тот работал машинистом. Вышел во двор. Зашел в гараж, сделал коктейль, молотова, зажигательной смесью, и поехал мстить. Подъехал к дому. Залаяла пальма. Тот подошел ближе к забору, зажег фитиль и бросил бутылку в окно, где сидел Барин. Окно разбилось, горящая бутылка залетела, шторы начали гореть. Барин сразу отрезвел и побежал за огнетушителем. Вовремя успел потушить пожар, за это время, когда тушил, нападавший скрылся. Если бы его не было дома, дом бы сгорел. Неужто, тестюшка любимый, позаботился, устало произнес Барин, швыряя огнетушитель, использованный на пол, открыл окна в других комнатах, для проветривания дома и сел уставший в кресло. Ему снова снились кошмары в эту ночь. Утром, он заварил себе кофе, и подогрел завтрак. Нет, надо завязывать с кутежами. Затем задумался, и добавил, или разводиться с женой. Слишком дорого она мне досталась. А взамен ничего. Ау, Ира, где ты? Ау, Ладно, еще последний праздник друга, юбилей отметим и завязываю. Готовили вагонщики, как всегда. И план перехвата электрички был готов. Нина прилетела в Америку, и для нее, наступила новая аэра, и новая книга ее жизни. Надя узнала, что беременна, но передумала делать аборт, решила рожать. Сабантуи был в разгаре, даже салюты припасли, под конец. Жарились шашлыки, как всегда играла музыка, и были танцы. Вышли на воздух перекурить. Николай, юбиляр, Вадим и Боарин. Ну надеюсь на этот раз девки приедут. Да, уже водила звонил, скоро будут. За ними наблюдали, люди в масках и камуфляже, и докладывали обстановку тестю Боарина. Электричка приехала на вокзал, и последние пассажиры вышли. Двое в масках залезли в кабину машиниста, и электрошокерами свалили на пол машинистов, и дали им понюхать, платки смоченные эфиром, для потери памяти на время. Электричка тронулась. Другие люди под покрывом ночи, незаметно перевели стрелки, в направлении вагончика в пк пике. Электричка приехала, на финишную прямую. Примерно в километре от вагончиков, остановилась. Машинистов сняли с кабины и положили недалеко от рельсов. Опять один запрыгнул в кабину и ждал указаний. Второй я первый, они поднялись в вагончике, можно начинать. Хорошо первый, я второй вас понял. Тем временем на станции забили тревогу. Электричка поехала не туда, на вызовы машинисты не отвечают. Диспетчер, срочно звоните шефу. Электричка набирала ход. Барри на телефон разрывался, он глянул и не хотел брать трубку. Он снова звонил, диспетчерская на связи, отдохнуть не дают. Может, что срочное стряслось, сказал Вадим, иди ответь. Барин решил отойти в начало вагонов, в тамбур, и прикрыл дверь, чтобы музыка не мешала говорить. Ну, что там стряслось? Шеф электричку угнали. Вы в своем уме? Кому она нужна? Не знаем, она едет прямо на вас. У Баррина похолодела душа. Он услышал грохот, и стук колес, и открыл дверь в направлении путей. Человек с кабины выпрыгнул на ходу с электрички. Свет прожектора его ослеплял. Электричка летела на него. Вся жизнь пробежала как один миг. Он вспомнил, что это ему уже снилось. В последний момент, он выпрыгнул в другие боковые двери, и покатился по земле, ломая траву, и царапая себя всякими колючками. Раздался страшный грохот. Он приподнялся и видел, как электричка сдавливает вагон, и как гармошку слышал треск. Стекол, крики, людей, пламя. Через время от пламени сработали салюты. Там были его друзья, там был его брат. Он хотел подняться и не мог, у него была сломана нога. Он побелел в один миг, посидел от увиденного. Позвонил. Скорая срочно, на станцию Новая, здесь авария, есть жертвы. Срочно. Высылайте три машины. Об этой трагедии, стало известно, Михаилу и Анатолию. Надя рассказала по скайпу. После разговора, Михаил и Анатолий, были в шоке, и удивлены, ведь этот план, второй, они придумали первыми. Кто же мог его осуществить? Видно не только на Мун дорогу перешел, конец империи Барина. Як кажуть, бог, не Теля, бачи свит Теля. Тестю Барина доложили, что операция прошла успешно. Только Барину, удалось в последний момент выпрыгнуть из вагона, видно кто-то, предупредел, из диспетчеров, об угоне электрички. Что с ним? Перелом бедра, и волосы. Что волосы? Посидел, от горя, вмиг. Что касается похитителей вашей дочки, это месть за групповое изнасилование, в котором участвовал Барин. Мы навели справки, похитители работали у Барина раньше, затем уволились, и сейчас в Америке. Какие будут указания? Подключить Интерпол. Попытайтесь с ними связаться из-за молчания, пусть вернут мне мою помощь, половину. Так будет справедливо. Хорошо, а что с Барином? Его пока не трогайте, его и так уволят за чрезвычайное происшествие. Он был не кем, а думал всем. Пусть выживают теперь как другие, без власти и денег. Барина таскали на допросы. Завели дело о превышении власти, и взятках, но не хватало улик, и свидетелей. Люди боялись его до сих пор, считали, что он выйдет все равно сухим из воды, со своими связями. Барин узнал также, что Надю ждет от него ребенка. Горел желанием ее увидеть. Но был в следственном изоляторе, пока шло следствие. Уцелевшие, его бывшие друзья, от него отвернулись. Брат Вадим, и друг Николай, лежали в травматологии, с ушибами, и переломами. У них было время подумать, о своем поведении, и образе жизни, какой они вели до аварии. На лечение брата и адвоката ушли последние деньги. Через время Надюшу, упросил Анатолий, приехать с малышом в Америку, и они поженились. Михаил и Анатолий, согласились отдать полмиллиона, и их оставили в покое. Они пахали на тракторах землю, разводили скот. А на выходные устраивали себе отдых. То за грибами в лес ходили, то рыбу ловили, то купались в озерах и в бассейне свои вилы. Там было вечное лето. И о былой жизни вспоминали, как о каком-то кошмарном сне. Кошмарные сны, стали явью для Барина. Деньги адвокат сыграли свое дело, и Барина выпустили из-за недостаточности улик. Когда Николай и Вадим поправились, Святая Троица поклялась найти виновных в аварии и отомстить. Главным подозреваемым был тесть Барина, но их коварному плану мести не суждено было сбыться, по той причине, что на их головы свалилась новая беда. У Барина и Вадима анализы крови показали новую хворь под названием СПИД. Теперь они ломали голову, кто мог их заразить, и вспоминали все. Но толку было мало, тратить силы на поиски виноватых. Нужны были деньги на лечение. Барину пришлось продать дом свой и брата и уехать с братом на лечение в Германию, дело дошло до химии и терапии, но шансов было мало. Им объявили, медицина бессильна, вам мало осталось, мы сожалеем. Замолюйте в церкви грехи, если поможет, это последний шанс. Они вернулись на родину, к Барину на дачу, и там доживали свой век. Людмила рассчиталась с работой тоже знала, что больна на спит. Ей подсказали адрес одной знахарки, травницы, в селе, и она поехала к ней, теряя всякую надежду на выздоровление. Та, поила ее травами, и вычитывала молитвами. Да милая моя, много ты греха, на свою душу взяла, хотела собою, подругу прикрыть, да не смогла, может это тебе зачтется. Только не греши, больше, без разбора. Через три месяца, сеансов, Люда, поправилась, и решила начать, новую жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова